Депутат округа Депутат округа Депутат округа Духова Объявляюся Ну, если вы успели запомнить и услышали свой дом, то вы являетесь избирателем Сергея Викторовича. Если у вас есть к нему вопросы, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 3-107-4. Ну, Сергей Викторович, первый вопрос у нас традиционный. Почему вы решили стать депутатом? Почему я стал депутатом? Ну, вопрос довольно сложный. Это и, грубо говоря, корпоративные какие-то интересы, и мои личные, собственно. Я хотел удовлетворить, поработать в Думе на общественном поприще. Тем более опыт общественной работы у меня был. Я занимался и партийной работой, и комсомольской работой довольно много. Поэтому. И как опыт теперь, вот вы работаете в Думе, помогает? Сложно сказать. Работа в Думе довольно специфическая, и как таковой от тебя не очень много сильно зависит. Сергей Викторович, ну вот вы работаете в Комитете по экономической политике, градостроительству и городскому хозяйству, и в Комитете по развитию инновациям и инвестициям. Ну, естественно, у вас еще и основная работа есть. Вот сложно совмещать основную работу, работу на округе, работу в комитетах? Ну, если серьезно работать в комитетах, то сложно, на самом деле. Поэтому я по мере силы участвую в работе комитетов. Вопросы, которые мне интересны, или для моих избирателей интересны, я стараюсь как раз работать в этих заседаниях, принимать участие комитетов. А почему вы выбрали именно эти два комитета? Ну, мне как-то более близко это направление. Потому что я производственник, и мне это как раз и с жителями я общаюсь в этом плане. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Сегодня у нас в гостях депутат городской думы 5-го созыва Сергей Викторович Григорович. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать, позвонив по телефону прямого эфира 3-107-4. Сергей Викторович, и еще один традиционный вопрос, который мы задаем всем депутатам. Состоите ли вы в политической партии? И если да, то как это отражается на работе? Мешает или помогает? То, что я в политической партии состою, это известно. Потому что я, Евгений Тепп, проходил по линии «Единой России». Поэтому я уже в партии там больше 10 лет. На самом деле, сказать, что партийное участие мне помогает в работе, это сложный вопрос. Если раньше мы как-то проводили единое партийное обсуждение вопроса, то сегодня это в Думе отсутствует. И такой выработки партийной линии поведения в Думе у нас сегодня нет. Просто многие депутаты говорят, что как раз работа не только в Думе, в комитетах, но и работа по партийной линии, она объединяет и помогает решать какие-то вопросы. То есть, можно, наверное, надеяться, что нас услышат руководители местного отделения партии и, наверное, возобновят эту работу и обсуждение в Думе. Как вы думаете? Я надеюсь, да. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать. 3-107-4. Ну, вернемся к округу. Мы опрашивали жителей вашего округа и задавали следующие вопросы. Знают ли они своего депутата? Обращались ли к нему лично? Если обращались, то по каким вопросам? И чем, по их мнению, должен заниматься депутат? Я предлагаю послушать ответы. Давайте послушаем. Григорович. Ну, по крайней мере, он нам помог сделать козырек в подъезде. С учетом того, что можно было ставить только за свой счет, он изыскал деньги своим депутатским каналом и помог нам это сделать. Белись мы с тремя депутатами, помог четвертый. А с учетом того, что он очень много работает на производстве, он еще успевает. По крайней мере, не просто обещает, а делает. Ну, депутат, вообще-то он работает еще в первую очередь, а второе, он должен заниматься делами депутатскими. Мы, наш дом, по крайней мере, и мы его с штыки встретили, но сейчас остались довольны. По крайней мере, не оставляет, я знаю, в других домах нашего округа о нем мнение хорошее. Из Григоровича я обращался насчет операции. Мне никакого внимания не обращают, врачи придут и уходят. Но я обратился, чтобы мне сделали Калычеву, он даже ходил. Ходил и звонил, и он сделал все, мне будут делать операцию. И обращался со многим вопросом. Он не жалеет своей труды, не жалеет свое время. Идет, только обратись, он сразу решает вопрос. Он всеми вопросами, кто к нему обращается, особенно по нашему участку. Григорович Сергей Викторович. Вот он и приходил на наше собрание, вот, собственников, когда, собственно, у нас совет выбирали. Потом у нас есть проблема с Ростелекомом, мы тут боремся. И по этому вопросу он отзывается, он серьезно относится. Он никогда не отмащивается. Я считаю, что он добросовестно работает. Депутат, по моему мнению, это же наша законодательная власть, правильно, в городе? То есть они принимают правила для города, какие-то подзаконные акты, я не знаю что. Это же не исполнительная власть, а такая представительная власть. То есть он представляет наши интересы в городской думе. Поэтому, ну, чем он должен заниматься? Он должен знать настроение жителей, да, настроение своих избирателей. И работать, и поставить какие-то важные вопросы, выносить на обсуждение в думе. Я считаю, что он как раз, ну, как депутат, нормально работает. Мы услышали мнение жителей вашего округа, но обсудим чуть позже эти мнения, потому что у нас в студии первый звонок. Алло, здравствуйте. Сделайте, пожалуйста, радио чуть потише. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Дело в том, что вот вы перечислили все номера домов, а от Сосина ни одного дома не перечислили. Сосина забыли. Он, по-моему, тоже... Абсолютно правильно, приносим свои извинения, да. Это я приношу свои извинения, потому что не... А Сосина 5 вообще в безобразном состоянии. Подойдите, пожалуйста, к подъезду. Весь он разваливается. И вообще крыши тоже плохо, и нельзя никому обратиться, все как-то отмахиваются. А что значит «нельзя никому обратиться»? Вы к кому-то уже обращались? Ну вот представьте подъезд. Вы к кому-то обращались уже? Я не знаю, приезжает, наверное. При входе в подъезд вообще развалился все. Вы к кому-то уже обращались? Мы не к нему обращались. Кому? А к начальнице ЖКУ. Хорошо. Сергей Викторович, каждый эфир мы повторяем уже неоднократно, что по-новому или оно не настолько новое законодательство. Все, что касается собственности жильцов, уже депутаты к этому не имеют отношения. Вернее, не то, что не имеют. Они имеют право тратить депутатские деньги на ремонт или на какое-то благоустройство. На капитализацию, то есть капитализацию. Вот еще раз давайте, поясните, пожалуйста. Ну вот сегодня законодательство Российской Федерации построено таким образом, что все заботы, связанные с содержанием дома, переложены на плечи владельцев этого дома. Поэтому все вопросы, которые касаются и текущего ремонта, и капитального ремонта, они должны решать с управляющей компанией. Это центр ЖКХ. Ну или какая-то другая управляющая компания. Да, или другая управляющая. Там общежитие Сарова, все. То, кто занимается обслуживанием этих домов. Что касается капитального ремонта домов, сегодня в городе действует программа. Жилого фонда ремонта, она на паритетной основе. Часть денег вносят жильцы. Ну, причем сегодня это очень небольшая ставка. 5% только от общей стоимости капитального ремонта. Остальные деньги идут за счет бюджета. Эта программа у нас действует только второй год. Вот в этом году. На следующий год деньги запланированы в бюджете. Поэтому вот жильцы, кто хотят включиться в эту программу капитального ремонта жилого фонда, они должны на основании решения общего собрания подать заявку и участвовать как бы в конкурсе. Потому что отбор, есть правила, которые существуют в департаменте городского хозяйства. Их можно узнать, каким образом все это оформляется. И существует комиссия, которая ведет отбор. Критерии определены, по каким отбор это осуществляется. Потому что ремонты довольно дорогие. В основном сегодня связано, если помните, это было с ремонтом крыш, которые потекли в прошлом году у нас в большом количестве крыши. И вот было принято решение именно начать с них. Но это могут быть и тепловые узлы, и другие там электросети. Это неважно. То, что приводит дом к аварийному состоянию. Те, кто, например, есть у нас котлодзор или узлы тепловода. Это ведь все, замерзнуть дом не может. Значит, мы будем не крыши ремонтировать, решение принимать, а для того, чтобы в первую очередь отремонтировать эти тепловые узлы. Я являюсь членом комиссии по отбору этих узлов. В этом случае, который мы услышали, звонок. То есть, опять какой-то, я так поняла, один подъезд. Если это текущий ремонт. То это жильцы только подъезды должны. Да, они решение общего собрания. Если у них нет старшего по дому, то они на основании общего собрания должны обратиться в управляющую компанию. Протокол, что вот наше средство, которое мы собрали на текущий ремонт, просим использовать для проведения такого-то ремонта этого подъезда. Вот и все. Ну, если вдруг какие-то вопросы возникнут, я думаю, что жильцы могут к вам обратиться, как им действовать в этой ситуации. Я не отказываюсь. Я даже участвую тут и стараюсь помочь и советы дому, чтобы создать. Этот вопрос мы чуть позже обсудим, потому что у нас в студии звонок еще один. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 3174. Мы слушаем вопрос. Алло, здравствуйте. Алло? Алло. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, Сергей Викторович. Уже годка в городе активно работает группа людей, поставивших перед собой задачу облегчить жизнь слепых и плохо видящих людей. В городе отсутствует общество, оно всероссийское, в том числе и на уровне области есть. А в городе оно отсутствует. Люди, по сути дела, обездоленные, выброшенные, их никто не видит. Много-много и сил, и средства, в том числе и ряд депутатов, от них особенно, помогали в этой и помогают сейчас в этой задачке. Нельзя ли вас попросить принять участие и поддержать данное начинание? А контакты? Депутатская помощь очень для нас существенна. А ваши контакты? Да, вы скажите свой номер. Да, телефон. Мои контакты. Телефончик? Да. Пожалуйста, 63539. И имя отчества? Я сам бывший работник в мире. И имя отчества? Сергей Федорович. Сергей Федорович Мещеряков. Мещеряков, да. Хорошо, Сергей Федорович, я с вами свяжусь, мы переговорим по этому вопросу. Хорошо? Хорошо. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в прямом эфире «Радио говорит Саров» мы беседуем с депутатом городской думы 5-го созыва с Сергеем Викторовичем Григоровичем. И если у вас есть вопросы, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 3-107-4. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 3-107-4. Сергей Викторович, возвращаемся к опросу жителей. Мы услышали, что депутаты принимают законы, должны принимать, должны знать настроение жителей, избирателей, желания, пожелания. Чем, по вашему мнению, должен заниматься депутат? Последнее мнение, которое было высказано среди опрошенных, полностью совпадает с тем, что я думаю, чем должен заниматься депутат. Но мне приходится заниматься, и хозяйственные вопросы обращаются, потому что район, в котором я депутатом избран, населен в основном людьми пожилого или преклонного возраста, у них заботы совершенно другие. Их текущая проблема больше волнует, и они в основном с этим и обращаются ко мне. Ну вот как вы выбираете участки для благоустройства, людей, которым нужно помочь на вашем округе? Участки как выбираем? Ну, вообще по состоянию. Я оцениваю, что, какие нужды, если это детские платформы, сколько детей здесь на этом участке, и что я могу соотнести с теми средствами, которые у меня есть. Вот таким образом. Мы сейчас прервемся, потому что у нас в студии еще один вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Викторович. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Ну, вы, как, видимо, знаете, что мы не перешли на зимнее время, и у нас в нашем доме стоят двухтарифные счетчики электрические. По весне внефобеспечение предложило перепрограммировать их на новые временные интервалы. Но здесь вроде бы понеслось, что Путин должен был бы отменить переход в летнее время и вернуться назад. Вопрос. Надо ли перепрограммировать счетчики сейчас? Если надо, то вдруг Путин решит перейти все-таки на новый временной интервал, то есть на зимний. Насколько в новостях объявляли, по-моему, Путин не решил и сказал, что не решил. Ну, не решил. Вот сейчас стоит вопрос. За Нового года надо перепрограммировать счетчики. А вопрос. Что, Сергей Викторович? А вот тут надо ли это делать? Или, раз какая власть примет на себя решение, этой работой не заниматься? Владимир Степанович, я не ошибся? Алло? Владимир Степанович, вы конфиденциальные данные разглашите. Ну, как думаете? Владимир Степанович, ну, я думаю, что я думаю, я думаю, как и вы предполагаете, я тоже надеюсь, что отменят это. Но надо рассмотреть в городском хозяйстве, почему так происходит и как этот вопрос решить. Я готов этот вопрос порешать. Конечно. Надо ли в до Нового года... Владимир Степанович, я принял ваш вопрос. Хорошо? Спасибо за звонок. Дорогие друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 3-107-4. Сегодня мы беседуем с депутатом городской думы 5-го созыва Сергеем Викторовичем Григоровичем. Если есть вопросы, обращайтесь по телефону 3-107-4. Сергей Викторович, и вопрос такой. Что было сделано на округе в 2012 году? И какие объекты, что вы запланировали на 2013 год? И здесь, наверное, нужно пояснить, мы уже поняли, чем должен заниматься депутат. Что он может, что в его силах сделать на округе? Ну, если с точки зрения благоустройства, в основном это было связано с благоустройством территории и малых форм установки. Это по улице Духова и Ушакова, дом 12-й. Вот, собственно, все, на что у меня хватило средств. А запланировано на что? Нет, есть еще фонд, который я могу распоряжаться. То есть из этого фонда деньги были перечислены в садику 48-му, там 70 тысяч на приобретение оборудования, помощь. Вот, и дворцу Пионера бывшему. Вот, собственно, такие. Ну, еще помощь, еще оказывали там Советы ветеранов. Ну, мы об этом сейчас подробнее поговорим еще. Ну, мы об этом сейчас подробнее поговорим еще. Там инвалидов общества, вот таким образом. Это материальная помощь. Ну, понятно, что все, что касается Совета ветеранов, Общества инвалидов, детских садов и Дворца творчества, вы как работали, так и будете продолжать. А что ты на округе еще запланировал на следующий год? На округе? Ну, сейчас на следующий год мы планируем начать капитальный ремонт, дорог, территории, вот дома Памира, которые у Шакова и Дешинска, вот это большой квартал. Значит, там проект есть, капитальный ремонт, это двора. Ну, вот мы начнем потихоньку, чтобы эту программу реализовывать. Вот таким образом. Ну, я думаю, что жители, если нас слышат, то они равны. И завершить немного те долги, которые у нас остаются, вот под УХВ-1, там тропинку мы не проложили еще, вот мы ее должны доделать. Дорогие друзья... Потому что запросов много, а возможностей... Мы еще тоже это обсудим чуть позже. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3174, мы слушаем еще один вопрос. Алло, здравствуйте. 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 Сергей Викторович? Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Сергей Викторович, алло. Слушаю, слушаю вас. Вы меня слышите? Да. Сергей Викторович, это вас беспокоит женщина из Подухова, 3, первый подъезд. Мы уже с вами этот вопрос несколько раз встречали и обговаривали по поводу Козырька. Как этот вопрос все-таки будет решен? Все-таки как этот вопрос нужно взять вам на заметку, решить его? Я этот вопрос взял на заметку, но попытаюсь его решить. Поверьте, я вам сообщу тогда. Если мне удастся это решить, я сообщу вам. Хорошо. Я еще раз напоминаю, что депутат не имеет права сейчас тратить деньги депутатского фонда на ремонт, на капитальный ремонт, на текущий ремонт. Поэтому, может быть, Сергей Викторович сказал, что он вопрос взял на заметку, и если он будет его решать, то это будут какие-то другие инвестиции, скажем так. Поэтому, наверное, придется подождать. То есть это может занять дольше времени. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. У нас в эфире Сергей Викторович Григорович, депутат Городской думы 5-го созыва. 3-107-4, телефон прямого эфира. Возвращаемся к вопросу сотрудничества с Советом ветеранов. Мы пообщались с председателем Совета ветеранов, с председателями Совета ветеранов 1-го и 4-го микрорайонов. Вот пока я предлагаю послушать комментарий Клавдии Степановны Тихоновой, председателя Совета ветеранов 1-го микрорайона. Это самое лучшее, искренне вам говорю. У нас в 1-м микрорайоне несколько округов. Частично у некоторых депутатов четверо. Самый-самый активный Григорович Сергей Викторович. Без напоминаний. Он у нас отчитывался, приходил, рассказывал нам о проблемах, которые имеют место. Сейчас у всех они есть. Это очень активный, без преувеличения депутат. Отзывчивый, интеллигентный. Если бы потребовалось или потребуется еще участвовать в выборах и его кандидатура будет на новый срок, либо как-то, мы без всяких абсолютно за него будем голосовать и держаться за него будем. Пожелания ему, конечно, самые добрые. Здоровья мы всегда желаем. Пожелаем ему еще успехов, удач в задуманных всех мероприятиях. В общем, мы ему желаем только-только всего-всего самого доброго и хорошего. Сергей Викторович, чуть позже обсудим комментарий Клавдии Степановны, потому что до нас дозвонился еще один наш радиослушатель. Хорошо. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот отсветительные мачты на улице Духова, вот на всем этом протяжении, да? Понимаете, о чем я говорю? Им лет, наверное, уже по 60. И вот мачта, которая стоит на пересечении Духова и Ленина около Дома пионеров, вот если к ней поближе подойти и посмотреть, вот траву отодвинуть, вот эта вот труба, такая основание, на которой она стоит, она на две трети проржавела. И совершенно четко понятно, что они не сегодня-завтра начнут падать. Такое было как-то лет пять в Москве. Они вдруг начали падать, причем они, если падают на машину, они ее разрубают полам, как кусок колбасы, не знаю. Это ужасно. И вот этим мачтам действительно по очень много лет. И это же несложно вычислить. Подойдите, посмотрите. Она еле-еле держится. Вот начнут они падать, как груша. Это не приди, Господи, человек там окажется или машина. А там по-любому машины люди ходят. Спасибо за звонок. Так, я хотел задать, а в чем вопрос? Вопрос? Угу. А у нас в том, что вы могли бы оказывать содействие? Ну, я-то могу сказать, но есть ведь службы городские. Вы обращались там в департамент городского хозяйства? Они ведь должны следить за состоянием? Нет, туда не можно обратиться. Что? Сложно? Да, очень сложно обратиться. Да не сложно, они очень доступны. Они тебя не услышат. Вы депутатки, к вам обращаюсь. Хорошо. Я принял ваш запрос. Вы, если тогда можно, свои контакты оставьте вот в редакции. И тогда Сергей Викторович с вами свяжется и подключится. Тогда поможет чем-то. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Вы можете позвонить, задать интересующие вас вопросы. Сегодня в прямом эфире депутат городской думы 5-го созыва Сергей Викторович Григорович. Телефон прямого эфира 3-107-4. Сергей Викторович, опять возвращаемся к сотрудничеству с Советами ветеранов. Понятно, что это очень важно поддерживать и пожилых людей, и людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот по вашему мнению, вы видите какие-то особенности общения с такими людьми, взаимодействия с такими людьми? Почему считаете важным? Во-первых, у меня и возраст избирателей в моем округе как раз в основном составляют ветераны. Вот поэтому я и делаю как раз работу в основном на них. Хотя и молодежь, я тоже помню, там и садики есть у меня, и фрец пионеров. Но это мы тоже еще обсудим попозже. Тогда давайте сейчас послушаем еще один комментарий. Надо сказать, что сегодня вот самые социально незащищенные, это именно эти слои, ветераны в нас. Молодежь, она и более материально обеспечена, и у них еще впереди. Женя, к сожалению, люди эти уже ушли на пенсию, вышли из активной производственной деятельности. А пенсии, вы знаете, какие у нас, к сожалению, сегодня. Им довольно сложно и трудно сегодня. Тогда давайте еще один комментарий послушаем. Вот что нам рассказала председатель Совета ветеранов 4-го микрорайона Галина Валентиновна Каширова. Мне очень нравится работать с Сергеем Викторовичем, потому что по линии ЖКХ, вот скажу, что я два года старшая по дому, и в течение двух лет мы с ним планируем всегда работу. Вот в прошлом году мы запланировали сделать проект замены утеплителя на крыше, выделил деньги, и это сделали этот проект. Сейчас ждем капитального ремонта крыши от ЖКХ и сделаем замену утеплителя по его проекту. В этом году мы спланировали детскую площадку, и он очень ответственно отнесся. Они объединились, три депутата Корюк, Шульженко и Григорович, и сделали детские площадки в наших дворах. Это Духово-9, и вот у нас Духово-1, и Шевченко-38. Вот три дома охватили. Прекрасно. Теперь на следующий год спланировано в нашем дворе Духово-1 дорожка. Она нам необходима, потому что люди ходят, там вытоптали все, и вот хотели, чтобы это все плиточкой было выложено, немножко реконструкция двора. И опять на следующий год я ожидаю, что это все выполнится. Вы знаете, мне с ним очень приятно работать. И теперь вот по линии Совета ветеранов. Я сама три месяца назад только заступила на эту работу, и мне сейчас очень много нужно работать с документацией, с проведением мероприятий. Вы знаете, мне так понравилось то, что депутаты все четверо, потому что Корюк Владимир Михайлович, он отсутствовал по состоянию здоровья, по болезни, а остальные все четверо депутатов пришли к нам в опорный пункт на встречу с нашими пенсионерами. И пенсионеры задавали вопросы, проблемы у них в домах. Мне что понравилось, что Сергей Викторович сказал, вы знаете, то, что вы сказали, это действительно для вас проблемы, а я постараюсь это все выполнить. Его пенсионеры окружены заботой, тематические мероприятия, и дары осени провели, и день пожилого человека провели, и встречи с депутатами провели. Вы представляете, сколько праздников? Все это выделил Григорович Сергей Викторович. Мне очень приятно с ним работать. Сергей Викторович, опять же, мы прервемся с обсуждением комментариев Галины Валентиновны Кашировой, потому что до нас дозвонился еще один наш радиослушатель. Алло, здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела обратиться, вот, он не наш, конечно, депутат, не по нашему, не по нашему участку, не по нашему улицу. У нас Шульженко депутат, к нему, мне кажется, обращаться совершенно бесполезно, ни с какой просьбой. Он все равно ни в чем не поможет. А вы обращались? Вот, я хотела задать, спросить такой вопрос. Вот у меня телевизоры не работают уже целых полгода, больше. То ставили вышку, не работали, телевизоры плохо работали, то отключают совсем. Теперь вышку наладили, и опять совсем, это самая первая программа, вообще, я не кажу, телевизоры. И не только это у меня, по всей Носку и Бышевой улице. У всех, у всех. Я не знаю, все жалуются, что телевизоры не кажутся. Никто вот к антенточкам сколько раз заняли, бросались, чтобы проверили антенну. Сказали, что тут ничего сделать нельзя. А вы к Петру Федоровичу обращались сами лично? Что? Вы к Петру Федоровичу Шульженко обращались? Сама я не могу уходить, я на второй группе инвалидов, я не могу из дома никуда уходить. Я к нему не обращался, я знаю, что без толку. Ну, не обращаюсь, но знал, что без толку. День пожилого человека, был праздник. И никто, никакой депутата, а нас, наверное, никто не хватился. Никто, никаких этих даже, ничего, никаких этих не было. Спасибо за звонок. Сергей Викторович, как это прокомментируете? Ну, как прокомментируете? Я готов передать Петру Федоровичу, у меня только телефон, чтобы можно было ответить. Я думаю, Петр Федорович, он человек очень отзывчивый, позвонит и... Ну, я думаю, что наша радиослушательница, если она нас сейчас слышит, еще раз перезвонит и оставит в редакции телефон свой контактный, и Петр Федорович тогда свяжется. Конечно. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 307-4. Сегодня у нас в гостях депутат Городской Думы 5-го созыва Сергей Викторович Григорович. И если у вас есть вопросы, звоните и задавайте. Телефон прямого эфира 307-4. Сергей Викторович, с сотрудничеством с Обществом инвалидов, Советами ветеранов, все понятно. Мы послушали комментарии Галины Валентиновны Кашировой, и кроме того, что она председатель Совета ветеранов 4-го микрорайона, она еще и старше по дому, в котором проживает. И мне хотелось бы задать вам вопрос. Вот по вашему мнению, сейчас много очень говорится, и в СМИ, и в частности у нас в прямых эфирах были сотрудники администрации, и просили, и сейчас они как раз этим занимаются, что нужно создавать Советы многоквартирных домов. Вот по вашему мнению, важно это? Это не только мое мнение. Сегодня законодательство в Российской Федерации построено таким образом, что защищать интересы жителей могут только советы. То есть сами жители, те, кому выбрать. Сами жители, все возложено на их плечи. И если нет совета, то у нас разрознено, как пальцы растопырены, или кулак собраны, или пальцами растопырены мы действуем. Вот и все. Поэтому я в меру своей возможности стараюсь тут и старших по дому, чтобы выбрали, и собрание провели. Ну вот. То есть получается, что все-таки на вашем округе люди идут на контакт, и выбирают. Ну я не скажу, что артина. И выбирают. Есть на самом деле. Вот вы видите беседы с Калиной Валентиновной, и вот с Калиновской Натальей Ивановной, там есть Синомира. Ну то есть действительно они старшие, и они сейчас называются не старшие по домам, они называются председателем Совета многоквартирного дома. То есть действительно они ведут активную работу. И лучше у них получается это все, чем вот просто... Я не хочу сказать, что лучше, но есть человек, к которому можно обратиться, который защищает интересы жителей и представляет их. Если мы должны считаться. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3074, а у нас в студии еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Викторович, вопрос немножко не по теме. Я сейчас слышала, как вас благодарили председатели Советов ветеранов. Вот за что они вас благодарили. Я 25 лет ветеран, я не слышала ни одного действия со стороны этого Совета. Чем хоть они занимаются, какие у них полномочия, какие у них обязанности, и за что они вас благодарили. Ответьте, пожалуйста. А вы состоите в Совете ветеранов? Нет, я не состою. Что, надо состоять, куда-то идти, что-то делать. Хорошо, Викторович, прокомментируйте, пожалуйста. Если можно, вы скажите мне свой телефон, да, мы с вами сядем отдельно, чтобы не в эфире мы общались, вот так, я вам расскажу. Ну, наверное, всем интересно, нет? Ну, я, во-первых, не являюсь членом Совета ветеранов, хотя уже пенсионер, на самом деле. Ну, вот, вообще, смотрю, какие мероприятия они проводят, Совет ветеранов. Ну, вот еще раз я, извините, вас перебью, они же проводят все равно для тех, кто состоит в Совете ветеранов. Конечно, для ветеранов. Нет, 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 конечно, нет, для жителей всех ветеранов. Совет ветеранов – это выборный орган. Который, собственно, и должен организовать и проводить эту работу с ветеранами. Это вот… То есть, они сами уже отслеживают, кто у них живет на округе. Ну, да, да, да. Понятно. То есть, не обязательно человек должен быть членом Совета ветеранов, но вот Совет ветеранов именно и должен заниматься той работой, чтобы дойти до каждого ветерана. Ну, значит, надо тоже переадресовать еще раз вопрос, да, то есть, если наша радиослушательница оставит свои координаты, то вы тогда будете, скажем так, мостиком между ней и Советом ветеранов и ее метрорайона. Я готов выполнить роль этого моста. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 307-4. Если у вас есть вопросы, звоните, сдавайте. Сегодня в прямом эфире «Радио говорит Царов» Сергей Викторович Григорович, депутат Городской Думы 5-го созыва. Сергей Викторович, вы еще упоминали, что вы сотрудничаете с детскими садами, потому что у вас на округе есть два детских сада, и мы связались с детским садом номер 46, заведующий в отпуске, но нам о сотрудничестве рассказала исполняющая обязанности заведующего детским садом номер 46 Галина Всеволодовна Соколова. Я предлагаю послушать, что она нам рассказала. Да, депутат Городской Думы у нас хорошо помогал, особенно первому зданию 46-го детского сада. Вот, ну, в частности, так называют, что 2010-2011 год. Для хозяйственных работ приобрел он бензокосу дорогостоящую, масляную краску для покраски оборудования, это как бы для хозяйственных работ. Потом для организации работы пищеблока шкаф-пенал для хранения оборудования по уборке пищеблока, полку для хранения разделочных досок из нержавеющей стали, тоже она дорогостоящая. И очень много приобретено было с его помощью оборудование детской мебели для создания предметно-развивающей среды в группах. В частности, уголок природы, игровая кухня, две причем игровые кухни в группы, шкаф для кукольной одежды, игровой модуль, это типа вот стенок детских. Мы очень благодарны, конечно, нашему депутату. Большое спасибо и большая благодарность от всего коллектива детского сада 46. Сергей Викторович, почему считаете необходимым общение и помощь подрастающему поколению? Я сам был маленьким когда-то. Я знаю, что такое, когда должна быть родительская забота и забота о детях. Только при постоянной и заботном отношении к детям мы получим достойную смену. Тогда давайте послушаем еще один комментарий. Вот что нам рассказала директор Дворца творчества школьников Светлана Анатольевна Калипанова. Он наш депутат, и мы к нему уже неоднократно обращались и получали как финансовую, так и другую помощь. Если говорить про финансовую помощь, то, конечно, мы к нему обращались с тем, что у нас есть эстрадный оркестр. Там у нас ходят ребята из разных семей, те, кто имеет возможность приобрести гитару, и те, кто не имеет возможность приобрести гитару. Поэтому какое-то количество гитар у нас здесь есть, но нам этого явно не хваталось. И он нам, конечно, помог, вот мы с ребятами к нему обращались, он помог. Мы приобрели ударную установку, приобрели две гитары, микшерный пульт. Практически относил вот это объединение. Но нам бы, конечно, хотелось, чтобы он обратил внимание на нашу территорию. Естественно, я как директор говорю сразу какие-то вещи, которые конкретные. Мы находимся на этом округе. Возможно ли вообще решение вот этого вопроса благоустроить территорию, вот конкретно асфальтовое покрытие? – Сергей Викторович, вопрос. Возможно ли? – Я так сходу не могу ответить положительный или отрицательный на этот вопрос. Я готов встретиться с Светланой Анатольевной и посмотреть этот вопрос, обсудить. Потому что сегодня, вы знаете, городское хозяйство довольно сложно у нас. У нас иногда разбирается, чей столб. Это в НИЭФ принадлежит или городу принадлежит, для того, чтобы понять, кому менять фонари на этом столбе или лампочки. Поэтому и тут с этим вопросом надо разобрать, ну, понять, кто и чему. – Сергей Викторович, а вообще избиратели, жители округа чаще с какими всего проблемами обращаются? – С бытовыми. – С бытовыми? – С бытовыми. – Вы имеете в виду квартирный вопрос или все-таки благоустройство? – Конечно. – Жилье. – Больше всего жилье. – С вопросом благоустройства обращаются как раз очень активные, которые люди, активные жизненные позиции, я их так называю. Основной массовый вопрос в этом была квартира. Ремонт квартир, благоустройство подъездов. Вот такие. – Опять же, как раз такие проблемы, которыми депутат из своих денег не имеет права заниматься. – Ну, получается как-то помогать? – Ну, получается как-то, да. Ну, этот вопрос я там и в городском, и в городском хозяйстве, там заостряем вопрос, как сконцентрировать, как бюджетные деньги направить, каким образом. Вот, собственно, этим решением я могу только помочь. – Помочь, да. – А какие-то праздники, может быть, мероприятия на вашем округе проходят? Если проходят, то какие или, может быть, что-то запланировали на будущее? – Ну, я, собственно, сам не провожу праздники, я только помогаю проводить такие праздники. Но в основном праздники, которые проводили, это вот Галина Валентиновна говорила, это Клавля Степановна, это вот, собственно, мы с ветеранами проводим. И чаепитие, так и концерты даже проводили мы совместно там с Владимиром Николаевичем Рыжовым в пятой школе. Вот таким образом. – Сергей Викторович, подходит к концу время эфира, и последний вопрос, где проводите встречи с избирателями? Если проводите, то по каким дням и во сколько? – Ну, у нас общественно-приемная работает практически все рабочие дни. Вот в здании администрации на первом этаже общественно-приемной «Единой России» там каждый день дежурит кто-либо из депутатов. Поэтому, если есть какие-то вопросы, неважно того, какой принадлежности округ, можно туда обращаться, передадут, и я встречаюсь тогда. И доступен по телефону. Телефоны мои дают, можно обратиться к секретарю. – Городской думы. – Городской думы. Она телефон дает, мне звонят, и я встречаюсь, подъезжаю сам. Мы договоримся о встрече и проводим встречи. Сегодня, кстати, у меня приемный день 22 ноября. Я работаю вечером в общественном приеме. – Как раз вот дежурите. – Да. – Хорошо, то есть, если вопросы не смогли задать, то можно подойти и задать там. – Да, можно подойти. После шести я буду там. – Ну что же, дорогие друзья, время прямого эфира подошло к концу. Я напоминаю, что сегодня в гостях у «Радио Говорит Саров» в прямом эфире был депутат Городской думы 5-го созыва Сергей Григорович. Сергей Викторович, большое спасибо. – Спасибо и вам. – И спасибо нашим радиослушателям за вопросы. Эфир «Радио Говорит Саров» продолжается. С вами была Юлия Ефремова.